Друзья, всем привет! Начать я это видео хочу со слов просто безразмерных благодарностей вам, нашим подписчикам. Буквально пару дней назад мы получили первую серьезную ачивку от YouTube, серебряную кнопку Play, за достижение огромного порога в 100 тысяч подписчиков. Правда, на момент съемки видео уже 195, но тысяч, ну это уже детали. Всем огромное спасибо за то, что смотрите, подписывайтесь, лайкаете, пишите комментарии. Вы лучшие! Спасибо большое! Это ваша заслуга. Во-вторых, опять же, пару дней назад я был в гостях у наших друзей, команде KEDR.com и мы вместе с Семеном Кременюком обсудили новости мобильной индустрии за последнюю неделю. У них есть такой формат KEDR Vlog. Мы обсудили возрождение легендарных Nokia, Galaxy S8 и очень много всего интересного. Ссылка на этот влог и на канал KEDR будет в описании к этому видео и вот тут вот в подсказке. Обязательно переходите и подпишитесь на их канал, ребята делают действительно очень годный контент. Ну и, собственно, обзор. Сегодня мы поговорим про топ-5 автомобильных гаджетов, а если быть точнее, даже про топ-5 автомобильных категорий гаджетов, с которыми автомобилист становится счастливее, а его жизнь становится ярче. Поехали! Первое и, пожалуй, одно из самых важных дополнительных устройств автомобиля, на мой взгляд, это видеорегистратор. Сейчас существует миллион разных предложений с различным функционалом, качеством съемки, да и вообще качеством сборки. И среди всего вот этого разнообразия иногда очень сложно сделать выбор. Я, например, выбрал Xiaomi YY Car DVR. Давайте посмотрим, как он работает. Xiaomi YY Car DVR классический регистратор, который очень похож на обычную экшн-камеру. Крепится он на лобовое стекло. Тут в комплекте отличная присоска, которая отлично держится на нем. Перед установкой нужно протереть стекло и саму присоску спиртовой салфеткой, после чего хорошенько прижать его к стеклу. Только не переборщите и не выдавите само стекло. Регистратор питается от такого вот очень длинного USB кабеля, который идет в комплекте. И он такой длинный для того, чтобы можно было аккуратно его уложить по торпеде или внутри торпеды, если у вас Жигули, и так, чтобы это все не висело, как обычно у таксистов. Рублиштейна 24! Снимает он на карту памяти microSD в форматах 1280 на 720 30 фпс, 1920 на 1080 30 либо 60 фпс и 2304 на 1296 30 фпс. Для теста ночью я снимал в формате 1080, днем в 1296. Есть возможность включать или отключать звук, штамп даты, отображение часов в ждущем режиме, длительность каждого видео в цикличной записи и прочее. Качество записи отличное, ночью все хорошо видно. Правда, с расстояния ночью номера бликуют, виной тому светоотражающая поверхность на них. Днем они читаются, и если вдруг что, можно будет узнать, кто вас там подрезал. Ну и снять падение метеорита получится в лучшем качестве, чем на этом видео. Что крутого в этом регистраторе? Наличие Wi-Fi, благодаря которому вы можете, во-первых, настроить все на смартфоне, а во-вторых, получить доступ ко всем видеозаписям и возможность быстро скачать их на смартфон. Причем, обратите внимание, камера пишет сразу в выбранном вами разрешении и дополнительно в SD-качестве, чтобы вы этим видео могли потом быстро с кем-то поделиться. Тут же мы видим некоторые видео с пометкой авария. Камера понимает, когда была тряска и подозревает, что был удар, отмечая эти видео отдельно в галерее. Но не волнуйтесь, конкретно в этих случаях аварии никакой не было, и регистратор сработал на резкую тряску. Это случается, когда вы въезжаете в яму или едете по брусчатке, такой, как у нас на Пушкинской улице. Регистратор, гарантия наличия, доказатель в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций на дороге. Поэтому всегда лучше с ним, чем без него. Но не забывайте его снимать с окна, когда выходите из машины. Береженого, как там, да? На втором месте гаджет, который помогает избежать спорных ситуаций, которые мы можем заснять на видеорегистратор из предыдущего пункта. Гарнитуры тоже много, но я вам сегодня покажу гарнитуру Xiaomi, так сказать, комплектом к видеорегистратору. Насколько я знаю, у нас в стране даже существует закон, который запрещает разговор по мобильному телефону во время движения на дороге. И этот закон не безосновательный, как иногда бывает. Если большую часть времени вы, в принципе, можете рулить одной рукой, то бывает такая ситуация, когда нужно быстро среагировать на какое-то происшествие на дороге и резко развернуться. И, конечно же, это удобнее и правильнее сделать все-таки двумя руками. Или бывает такая ситуация, что едешь, наезжаешь на яму, и руль просто выбивается из руки. То тут тоже либо нужно держать сразу двумя руками, чтобы такое не произошло, либо одной, но вторая все равно должна быть свободна, чтобы иметь возможность быстро ухватиться за руль. Xiaomi Mi Bluetooth Headset – очень элегантная гарнитура с отличным качеством динамика и микрофона. Работает она со всеми смартфонами, поддерживающими Bluetooth 4.1. Если вы много говорите в течение дня и при этом много катаетесь, я очень советую взять гарнитуру. Как вы заметили, тут нет дужки за ухо, и она держится с помощью вот этой силиконовой накладки, которых, кстати, в комплекте три штуки разных размеров. И происходит это примерно вот так. Перед покупкой очень рекомендую примерить эту гарнитуру, попробовать разные эти силиконовые накладки, потому что уши у всех разные, и у кого-то она может просто не держаться без этой дужки. Поэтому, ребята, проверяйте. Одного заряда батареи хватает на пять часов разговора, а заряжается она всего за два часа. Для принятия звонка нужно нажать на кнопочку в верхней части гарнитуры. Кстати, к ней можно подключить сразу два смартфона. Блин, жарко так, да? Весна пришла, а он тип на велике к вам едет, а? На третьем месте, на мой взгляд, должен быть держатель для смартфона. Вот вы хорошо в своем городе разбираетесь? Я за рулем уже три года, но страдаю каким-то топографическим кретинизмом, и не всегда могу понять, с какой стороны правильно заехать к нужному месту. Не, ну на работу с дома я доезжаю нормально, но если вот нужно поехать в какое-то новое место, где-то на Молдаванке, то, честно, без навигатора не обойтись. Да и с такими сервисами, типа Яндекс.Пробок, можно поехать более длинным, неизвестным вам маршрутом, но приехать в конечном итоге быстрее, благодаря тому, что вы объедете пробки. Ну, тут бесспорно. Я долго не мог себе выбрать держатель, потому что их существует очень много, и выбрать именно тот, который подойдет вам, достаточно сложно. Одни были неудобные, вторые были некачественные, и просто отваливались со стекла или с торпеды. Мне дали потестировать держатели американской компании IOTI, и я понял, что это лучшее, что можно купить в этой категории. В целом, я разделил держатели на два типа, присосочные и вентиляционные. Самые простые, вторые, они вставляются в эту решеточку и легко снимаются, не требуют никаких дополнительных движений. У IOTI из таких есть классический зажимной и магнитный. На смартфон приклеивается такая металлическая пластинка, и она просто магнитится к нему. Это очень удобно. Правда, если вы дома или на работе пользуетесь беспроводной бесконтактной зарядкой на смартфоне, то я бы лучше эту металлическую пластинку не клеил бы. Присосочные у IOTI сделаны по уму. Тут есть липкая поверхность, которую приклеиваем к торпеде или стеклу, и уже на нее монтируем присоску. Дыхнули, приклеили, огонь. Держится отлично, и даже по нашим колдохабам не отваливается. Все модели могут поворачиваться из вертикального, в горизонтальное положение отлично держат даже тяжелые смартфоны, такие как iPhone 7 Plus. Отдельно обращаю внимание на топовую модель, в которой есть вот такие кнопки для быстрого снятия смартфона. Вот так вот быстро смартфон в него устанавливается. И, внимание, тут встроена бесконтактная зарядка смартфона. Подключаем к ней кабель, и когда мы устанавливаем, например, Samsung Galaxy S7, он заряжается. Это успех. Сейчас уже во многих машинах устанавливаются USB-порты для зарядки ваших смартфонов, но, как правило, они 1-амперные, что означает медленную зарядку. Во-вторых, он всего один, поэтому два устройства-незарядители, допустим, если вы пользуетесь видеорегистратором, то все. Поэтому отдельная USB-зарядка в прикуриватель это уже просто надо брать по умолчанию в машину сразу. Их много, и отличаются они и качеством, и формой, и, конечно же, выходным током. Есть вот такие в заподлицо варианты на 2,1 ампера, а есть чуть побольше, но уже на 4,8 ампера. Можно быстро заряжать сразу два смартфона, или смартфон и планшет, или вообще два планшета. В общем, 4,8 ампера реально хватит вообще на все. По дизайну и по мощности мне больше всего понравилась Energy AlluDrive 4,8. И, кстати, советую сразу к такой зарядке купить кабель, который вы обычно забываете то дома, то на работе. У Energy есть вот такие мега крепкие кабеля, я таким давно сам пользуюсь. Его явно хватит намного дольше, чем оригинальный Apple кабель. Производитель утверждает, что эти кабеля могут выдержать вес до 30 килограмм, но я не проверял. Ну и вот такие вот варианты со сменными коннекторами подойдут для владельцев разных смартфонов. Не надо таскать с собой сразу несколько проводов. Пятый пункт сначала не совсем очевидный. Портативные батареи. Но все же, как эти штуки могут помочь автомобилистам? Во-первых, это фонарик. Если у вас вдруг чего подсветить надо, пожалуйста. Это явно удобнее, чем светить смартфоном. Да и яркость несравнима вообще. А снаружи машины, так сказать, это емкий пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер часов. А во-вторых, с помощью вот такой вот батареи Enrico Fermi можно запустить автомобиль с севшим аккумулятором. Не верите? Вы когда-то ощущали эту боль с севшим аккумулятором, когда забыл выключить свет и пошел куда-то на работу. В комплекте с ней идут вот такие удобные короткие крокодильчики. в багажник их кинул и забыл. Вы представляете себе вообще такое? Такая малютка может завести любую машину с севшим аккумулятором. Главное отличие этой портативной батареи с функцией пуска автомобиля вот в этом вот блоке, в котором установлена так называемая защита от дурака. Если клеммы случайно будут соприкасаться друг с другом или вы неправильно их подключите к сети вашего автомобиля или вообще в целом вы сделаете что-то не так, эта батарея не включится, не коротнет, ничего не произойдет. Этот блок понимает, что все подключено правильно и только в этом случае подает питание. Это реально круто, потому что ошибиться может каждый. Забудьте про толкачи, звонки другу, помощь зала и вот это вот все. Подключил, завел, снял, сел, поехал. Отлично. Так это же еще и батарея на 8000 мАч с фонариком. Пиковая сила тока на нем 700 А, номинальная 370 А. И это все при весе в 310 грамм. Реально, must have штука. Проверено, заводит все что угодно. Друзья, надеюсь, это видео было полезно для вас и вы сможете правильно выбрать подарок своему другу, подруге, куму, свату, девушке, жене. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик возле кнопки подписаться, тогда будешь получать уведомления о выходе новых обзоров Гаджетариум. Подписывайся на наши социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, не пропускай крутых акций. На этом все, пока. На этом все, это, кстати, какая-то новая фраза. Ну, конечно, кнопку получил уже и все, поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!